Всем привет! Сегодня хочу взять вас с собой на пробежку, пробежим к десяточку, запишу для вас такой небольшой беговлог, покажу, что есть у нас в городе. Мы сейчас проживаем в Турции, в городе Измир. Это будет что-то типа, ну, такого, такой экскурсии, плюс бег. Если зайдет эта инфа, то, в принципе, буду такое изредка снимать. Ну, а перед началом тренировки нужно, конечно, хорошенько размяться, поэтому сейчас немного поприседаю, порастягиваю мышцы, и все, и побежим. Растяжку делаю прямо вот около дома, в подъезд, выхожу и прямо вот здесь вот на этой площадочке разминаюсь, чтобы далеко не ходить. И сегодня, как никогда, хорошая погодка для пробежки. Не жарко, ну, где-то градусов 30, может, 32, не 40, как обычно, поэтому будет бегать довольно-таки приятно. Следующие моменты в моем видео будут вот в таком формате. Надеюсь, меня хорошо слышно, и наушники, точнее, микрофон отрабатывает нормально на бегу. Потому что, пользуюсь вот такими наушниками на проводах, ну, в избежание, если вылетит беспроводной наушник, его легко потерять. Особенно здесь, где много всяких коллекторов канализационных всяких, и все в таком духе. А встаньте всегда на месте будут. Кстати, метро едет. Многие не знают, что в Медезмире есть метро. Но да, оно есть, и часть станций наземные, потому что, ну, просто потому что здесь много землетрясений. И в избежание каких-то не очень хороших случаев, короче, по безопасности, некоторые станции наземные. Но есть также и подземные. Примерно половина станций наземных, половина подземных. Сейчас, когда будем пробегать, я вам покажу, как это выглядит. А с этой стороны поле, в котором растут оливки. Точнее, не поле, а, получается, такое, видите, охраняемая зона. Прямо в центре города, получается. Это находится район Барнова. И, то есть, вот тут вот оливочная вот эта вот фигня. Вон там люди ходят, работники. Прямо огромное поле, где растут оливки, оливковые деревья. Их даже можно увидеть, если куда идти поближе. А с этой стороны завод по переработке этих оливок, где делают подсолнечное масло. У меня даже есть такое ощущение, что у них где-то под землей, через эту дорогу должен быть проход, через который они эти оливки туда доставляют и тут же перерабатывают. Просто удивительно, что вот так вот в центре города, в большом оживленном районе, один из самых больших районов, получается, вот Барнова наш. И здесь такое большое оливковое поле. То есть, не где-то за городом. Мы часто привыкли видеть у нас в России, например. Какие-то там сады, они все обычно за городом. А здесь вот так вот. Правда, это частная собственность, заходить туда нельзя. Но было бы прикольно там походить. Как же так. Ну, а это вполне типичная картина для Турции и, в частности, для нашего города. Это последствия, мои дорогие друзья, землетрясения. Я так полагаю, что этот дом достраивать не собираются. Точнее, не достраивать, а реконструировать его тот тоже. Видите, там еще хрещины пошли. Как правило, такие дома сносят полностью. Вот как там. То есть, вот здесь вот был дом. Его полностью снесли. И теперь там вот построят какой-то новый комплекс. Примерно где-то спустя 4 километра я добежал вот до такой детской площадки с лавочками. Я очень часто сюда забегаю, когда бегу по этому маршруту. Здесь у меня такой небольшой пит-стоп, где можно просто посидеть, отдохнуть. Пожалуйста, здесь. В принципе, очень удобно. Здесь рядом магазин, в который, кстати, надо сходить, потому что пить ужасно хочется. Что-то я погорячился, сказав, что на улице всего лишь 30 градусов, и это, типа, прохладненько. Что-то нифига не прохладно. Как-то сегодня вообще очень сильно душно. С меня уже три пота сошло, хотя я пробежал где-то, ну, километров пять, наверное, от силы. Может, даже четыре. Надо посмотреть по Страве. Кстати, кто есть в Страве, добавляйтесь. Ссылка будет в описании на мой профиль. Будем бегать вместе. Вот. Сегодня запланировал, ну, примерно десятку, наверное, не больше. Ну, может быть, там, 10,5-11, как получится. Вот. Пробежал где-то, ну, в районе четырех, наверное, уже точно. Сейчас забежим в магазин. Предлагаю это сделать, потому что он здесь достаточно близко. Ну, и после этого побежим дальше. Покажу вам еще что-нибудь. Покажу вам еще что-нибудь. Смотрите, какое интересное название у воды. Сака. Фух, если бы не водичка, я не знаю, как бы я вообще дожил. Кстати, я воду никогда не беру с собой почему-то. Не знаю почему. Ну, типа для развесовки, чтобы ничего с собой не держать. Поэтому стараюсь просто забежать в магазин, купить ее. Там, ну, ближайшие 15 минут выпить и бутылку выбросить. Чтобы в руках ничего не было. Не люблю, когда бежишь, что что-то в руках есть. Время близится к закату. А у нас здесь вот такие виды. Похожи на фавелы какие-то. Вот, смотрите, наверху даже еще девятьэтажки есть. Наверное, оттуда вообще крутой видок. Ну, могу сказать так, что вот практически год мы живем уже в Турции. И я, честно сказать, до сих пор еще не привык к тому, что вокруг горы, вокруг так все зелено. Что зимой было так тепло. Ну, как-то прилетев из Самары, когда у нас в сентябре уже порой деревья желтые. Здесь все еще зелено. И как будто июль месяц. Короче, прикольно. С одной стороны, конечно, прикольно. Есть свои минусы. Я об этом в дальнейшем расскажу, если интересно, в следующих роликах. Но если говорить в целом о погоде, то погода максимально приятная. Особенно для всяких летних активностей на улице. Спустя 8 километров и достаточно большой крюк вокруг района, я прибежал в такой вот парк. Вот такой небольшой скверик здесь между дорогами с вот такими там высотными домами на фоне. То есть достаточно приятный такой современный парк. Его, я так понял, совсем недавно построили, потому что там была вывеска при входе, что буквально пару лет. Вот там фонтанчики. Давайте покажу поближе. Вот тут такие фонтаны. Ну, невысокие, но в жару, наверное, классно рядом с ними посидеть. Вот здесь с подсветкой такие сидушки деревянные. И вот там вот прокат велосипедов. Кстати, велосипед пробовал взять, никак не получается. По-моему, нужно, наверное, быть резидентом Турции для того, чтобы можно было его взять. Вот. Тут такие жилые комплексы. Интересный парк. Всегда сюда забегаю, чтобы передохнуть перед последним рывком до дома. Вот. Ну, а время уже почти 8 вечера. Уже у нас темнеет. Потихонечку сейчас буду продвигаться в сторону дома. Ну что, счетчик преодолел 10 километров. Это значит, что наша сегодняшняя тренировочка вечерняя закончилась. Сегодня она выдвинулась достаточно лайтовая. Бежал в темпе 7.40. Примерно так. Поэтому, ну, в принципе, особо не устал. Чисто просто для поддержания, так сказать, духа. Чтобы сердечко хорошо билось. Вот. Поэтому, если вам интересно такие видео, такие небольшие бега-влоги, где я просто бегу и совмещаю приятные с полезным, показывая вам какие-то места интересные в городе, которые меня удивили, ну, или просто пишите в комментариях. То есть вот такие небольшие видео для меня очень просто делать и ненапряжно. Ну, и, в принципе, самому даже интересно, когда бежишь, когда ты не один смотришь на что-то, а показываешь все другим людям. Примерно так. Ну, а сейчас домой. Как-то так.